Вот правда, вот когда вы читаете блогеры, у вас не возникает оскомины? От бездарного изложения, от элементарного незнания фактов? Да я не читаю тех, кого я считаю бездарным. А кого вы читаете, например, из блогеров? Да я, Дмитрий Львович. Не читаю блогеров. Ну, я как бы... А каких блогеров вы читаете? Вот вы мне расскажите, вы говорите про каких-то бездарных блогеров, я просто, может, ну... Я могу вам четко совершенно сказать, да, что когда я смотрю интервью Шихман, я поражаюсь не чистоте приемов, а ударом ниже пояса, дешевому заигрыванию, педалированию дешевых тем. Я сам был ее жертвой, и мне было очень тяжело, потому что это был не профессиональный разговор, понимаете? Это был разговор хайпожорки. И я очень не люблю хайпожорство во всех его проявлениях. Это был разговор человека, который вообще ничего не знает обо мне и не прочел ни одной моей книги. Это нормально. Но, понимаете, есть некоторый преграунд, позволяющий готовиться. К сожалению, вы же не будете спорить, что и в благословенные советские времена были журналисты, которые не готовились к интервью. Да, были. Но они не составляли большинства. Я знаю, я несколько раз давал интервью вот в недавнем прошлом журналистам с очень старой школой, которые прошли все университеты и даже преподают. И они ваши книги не читали. И они, тем не менее, они брали у меня интервью. Поэтому, знаете, и раньше, и раньше так же было. Ничего нового не выросло. Я к тому, что журналистика перестала быть профессией. Она стала хобби. А это очень плохо. Нет, она стала образом жизни. Да. И это очень хорошо. То есть, журналистами стали все. Да. И это очень хорошо. Ну, бог с ним. Я же, понимаете, не для полемики. Я для взаимного выяснения. Я просто... Ну, вот я как журналист нисколечки ниже... Как, может быть, бывший журналист. Нисколечки не жалею, что у меня отобрали вот этот... Шерифский значок. Да, то есть. Ну...